мы вышли погулять я снимаю арбузы это другой район другой другой а кстати лев же нам говорил азот какой-то купить арбузы а может это какая-то маленькая штучка дрючка этот азот спросил вас есть а вот продают семена цветочки укропчик наверное рукола азота не вижу лев какие-то перцы разные томаты рукава рук кростовцы они уже малосольные да они уже малосоленые вот любимый на любимый ассорт аля кабачок свекла ночью скворинский корнишон этот солнечный поток вот мне больше нравится паринский корнишон чем солнечный поток еще здесь есть таблетки для басика пять штук по 200 грамм один килограмм я посмотрела как будет азот азот на чубрево так и будет азот 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 на чубрево мы движемся в новом направлении мы туда еще не ходили ни разу хотим посмотреть там есть какой-то ресторан виктория а завтра мы планируем съездить в район дедине я хочу посмотреть королевский дворец надеюсь он будет работать ксюша тоже кстати это интересно на удивление погодка хорошая 27 градусов не жарко не холодно я могу сказать что там в пазове очень много новостроек появилась у нас сереже удивляет для кого собственно они строятся в таких масштабах потому что я не вижу такого количества приезжих приезжающих насколько рассчитаны эти квартирки так то они же не дешевые они не стоят три копейки в общем все продолжают строится как вы знаете белград на воде построили дубай так что мы сереже думаю может и здесь пазове шейхи строят и у них мечта перебраться в сербию они такие чё-то как-то что-то как-то жарко в дубайске хотим старую пазову перебраться и давай перебраться и давай пишите нам сообщить массово застраивать все у нас есть другой а так в целом все так почти одинаковая домика аутоплац здесь можно в аренду взять тачку кстати говоря благодаря сереже я хочу сказать спасибо всем тем кто мне написал что детали от подсвечника можно прокипятить и я их прокипятить и все получилось хорошо спасибо всем и сергею за то что вы мне сказали прокипятить и реально помогло до подсвечника отлетел но это знаете еще что хорошо что там от винчи ваются детальки а так бы это было анриел и наверняка крокодила в этом рве да ну так симпатично но у них здесь нету инфраструктуры вот в нашем районе несколько магазинов а здесь что-то глухо здесь что-то глухо я констатирую факт да нафиг меня эти березки миксы березки особо и не нравится я по ним вообще не скучаю надеюсь так берез достаточно у них это декор телега видали не украинская а украинская вот очередное дерево вишни что ли это вишня которая никто не собирает она уже засохла превратилась в сушеную вишню не знаю здесь видимо так всего в достатке что уже не не хочется ничего собирать варенье варить здесь не принято мы ушли от центра пазовая здесь вот аналогичная такая церковь написано 1907 1907 год постройки наверное но это конечно школа школа до но в ту церковь которую вот мы проходим не нельзя зайти она всегда закрыта а это не знаю может быть и открывают а вот это желтая наверно маленькая часовня до это главная улица старой пазовой из которой можно а что там дальше у нас новая пазовая левойка а туда что короче вы туда выезд туда что ладно вспомню скажу прям сразу белград выезжаешь из пазовой белград жесть посмотрите здесь все здравствуйте это заброшка что ли то есть здесь уже тысячу миллионов лет засовывают письма какого года они и уже на входной двери туда даже не проломиться снизить там все взросло я просто знаете что все кто мне пишут гадости буду вас блокировать я вас терпеть не собираюсь потому что на моем канале должны быть только позитивные люди это если вы желаете всем людям кто куда-то переезжает какого-то какой-то фигни тем более нет конструктивную критику я воспринимаю если вы там пишете что-то не о внешности допустим татуировках или дредах но я не знаю мне просто непонятно когда люди приходят в эти дни миллиона 2 приходят на канал и начинают писать какую-то чушь особенно о том что я имею право высказать свое мнение да мне не нравится то что делает правительство моей страны да я это говорю открыто и прямо мне это не нравится странные люди которые начинают рассуждать что кто-то должен любить правительство мне тут сразу хочется спросить человек который вот такой вопрос а он любит начальника своей работы потому что в принципе это одно и то же чтобы начальник его работы не сотворил он должен его любить нагнет он его на столе у себя и это какие-то терпилы пишут что мы вы должны любить свое правительство а на западе сатана сатана там пипец я буду вас блокировать вы мне нахрен не нужны на моем канале с вашим бредом в голове потому что я вот знаю одну блогершу которая живет только хейтерами то есть за счет того что они у нее на канале над ней издеваются даже не одного блогера ну из десяточек хейт это очень такая тема она продвигает канал но мне это не надо вообще нафиг мне это не интересно и не буду терпеть людей с их бредовым мнением не нравится то что нам не нравится дед так валите отсюда идите на z канал и там соловьевым жахайтесь в губы в десна и обсуждайте как он хороший потому что вот удивительная натуры людей они не радуются за то что допустим у ксюши получилось поступить гимназию они не радуются допустим за то что мы куда-то съездили не пишут ничего но как только появляется тема что серёжа обсудил вот эту старуху чокнутую которая записала абсолютную ересь тут же повылезали такие вам не нравится все да у вас голове что-нибудь хорошее происходит или у вас только там говно то есть ли разучились радоваться им нравится когда вот за вами придут за вами следят вас заберут вас депортируют вообще там в себе но видимо он обоссытся от счастья он будет просто фонтанировать такой господи наконец-то наконец-то я покакал будьте добрее и люди к вам потянутся а то вот этот негатив из-за него между прочим можно заработать всякие болезни ответить серёжа это перловка или не перловка белая пшеница мне кажется что это не перловка мы серёжа решили до идти до кафе виктория но что-то мне уже вызывает сомнения если честно она выглядит как кафе маньяков когда мы приезжали в смоленск там было кафе под названием мечта мы туда зашли постояли на входе убежали потому что это было пахнейшая жесть не работать что затворено на я думала здесь посидеть ну идем тогда обратно а дальнобойщики стоят я думала что по какой-то логике вещей что они типа здесь обедают столы основательные да такие столешницы как будто из монолита массива банкеты ладно пошли обратно а впереди вот буквы старо пазово сердечко не предусмотрено дать и полюблю стару пазову идем в центру магазин еще там была еще какая-то кафа на рассадник но там как-то не не располагает к посиделкам смотрите здесь видимо продажи вот этих фонтанчиков как их садовых у нас тоже такой есть но он не работает к сожалению кстати вал санкид порекомендовал канал но я уже его находила активный сербский или как он там называется с девушкой преподом сербкой которая ее зовут звезда нах вот мы сереже обсуждаем что эта звезда на при прощании у них и когда прощаются и здороваются говорят чао и она говорит не чао а цао и мы обсуждаем что видимо этот зависит или от региона или от того что она допустим словачка а не сербка или там не знаю босника а не сербка что вы думаете об этом пишите в комментариях и сереже тоже одну продавщицу в продавнице тоже заметил что она говорит цао а не чао немного мусора нет немного трэша смотри наверх нюхай тюльпаны не реально не понимаю почему нельзя до уровня донести но это же ваш нет урны ваш град ой смотрите какой там симпатичный домик мне нравится прям как будто такая вот такой фирм в стиле как у какой-то фермы до стиле в таком ковбойском не знаю такого раньше до симпатично вот тут опять доска памяти погибшим зверские мучения от фашистских нехових слугу и народный херой янка чмелик и старый пазове наш любимый янка чмелик ну перечислены все жертвы которые пострадали мы идем уже пост стране где вот был этот храм не знаю действует он или нет в на что зайти нельзя интересно было бы посмотреть что там внутри но думаю что как бы ничего необычного но тем не менее это вот школа интересно какая она основная школа башку полкови явить пинки полкович пинку полков левич радовая на школьскую изграде финансирование извешено вече а утомные по крайне воеводине 2005 год но я так понимаю что же это та школа в которой ксюша училась то есть примерно такие же классы с 1 по 8 еще вот крест какой-то каким-то героем ксюша училась то есть цветом от нон-стоп кстати я такое видела в рф но он только вот в торговом центре было он как бы крутился и там были цветы но они охлаждали их я не знаю здесь есть охлаждение вот такие вообще не рекомендую брать то что они сразу завянут орхидея сколько стоит две с половиной а мишка то тоже охлаждается что ли ну в общем интересно смотрите да по завито есть появился цветомат нон-стоп можете прийти и прикупить цветомат и цветочки подарить маме жене сестре дочери не знакомо но не берите вот эти вот корзинки с отрезанными они сразу завянуты там зачастую кладут уже жухлые и умершие цветы которым проживут еще один день буквально работ спасибо что погуляли с нами прошлись до вот этого прекрасного места под названием ресторан виктория в который мы очень классно сереже посидели на этих лавочках монолитных столешницах так далее мы идем домой завтра как я уже говорила вроде как у нас намечается поездка в королевский дворец в район дедине то есть у нас еще есть что посмотреть белграде а здесь вот смотрите это такой вот цыганский дом спросить кто любит столько мерседесов россияне скажут армяне мы скажем не армяне на цыгане россияне скажут армяне а мы скажем наше слово цыгане мы идем к дому цыгане братья зубе как и амеры братья зубе слышали да что александр учить сказал что они с америка всегда были союзниками сосед наверно будет в шоках мы можем новости показать собаку убить ставьте лайки пишите комментарии люди гуливают гусей все время с этим магазин ставьте лайки пишите сообщение сейчас 4 гуся 4 гуся джили у бабуси 4 серых гуся всем пока